Ортостатическая гипотензия, внезапное падение артериального давления во время стояния, может быть изнурительным состоянием. Она может вызвать головокуржение, даже обморок, что значительно влияет на повседневную жизнь. К счастью, существует несколько вариантов лечения, которые направлены на различные механизмы борьбы с нею. Прежде чем погрузиться в лечение, давайте разберемся в основных причинах ортостатической гипотензии. Когда вы стоите, кровь скапливается в ваших ногах, уменьшая приток мозга. Обычно в гетотенонервная система реагирует с сужением кровоослых сосудов и увеличением частот физических сокращений для поддержания давления. Однако в ортостатической гипотензии этот ответ нарушается. Методрин представляет собой селективный симпатомиметический агонист, который непосредственно стимулирует альфа-1 энергетические рецепторы в кровоослых сосудах, вызывая их сужение. Это увеличивает сопротивление пиридских сосудов, фактически сжимая кровоослые сосуды, чтобы толкать кровь обратно в мозг, тем самым улучшая давление. Методрин действует около 30 минут. Он хорошо переносится с минимальными побочными эффектами, такими как покалывание или мурашки под кожей. Однако методрин не подходит для тех, у кого неконтролируемое высокое кровяное давление, заболевание сердца или гипертиреоз. Дроксидопа является синтетической версией L-допа, предшественника нейромедиатора норадреналина. Он направлен на путь норадреналина, потенциально приводя к более устойчивому улучшению симптомов ортоптической гипотензии по сравнению с методрином. Это может быть особенно полезно для пациентов с нейрогенной ортоптической гипотензией, вызванной повреждением нервов, поражающих вегетативную нервную систему. Дроксидопа может действовать не так быстро, как методрин и может вызвать побочные эффекты, такие как тошно, тарвота и головные боли. Он не подходит для тех, у кого неконтролируемое высокое кровяное давление или в анамнезе опухоли. Ингибиторы обратного захвата норадреналина, такие как метилфинидат, атомоксетин, дезипромин и нортрептилин блокируют обратный захват норадреналина нервными клетками. Это увеличивает доступность норадреналина в организме, усиливая ее влияние на сушенники ростных сосудов и частоту средств сокращений, улучшая артериальное давление во время стояния. Препараты имеют более широкий эффект, чем методрин, потенциально влияет не только на давление, но и на другие функции, регулируемые норадреналином. Побочные эффекты включают сухость во рту, запор, головокружение и затруднение со сном. Они также могут взаимодействовать с другими лекарствами и подходят не всем. Рекомендованная дезировка для любого лекарства зависит от таких факторов, как ваш возраст, состояние здоровья и тяжесть вашей артериальной гипотензии. Для быстрого облегчения и минимальных побочных эффектов методрин может быть хорошим выбором первого ряда. Для нерогенной артериальной гипотензии доксидопа может быть ценным вариантом, особенно если у вас есть основное повреждение нерва, влияющее на ветотенную нервную систему. Несмотря на то, что ингибиторы обратного захвата нерадреналина являются многообещающими, их обычно считают второй линией терапии из-за доступности мидадрина и доксидропы. В дополнение к лекарствам, которые некоторые изменения образа жизни могут вам помочь. Увеличьте потребление жидкости, чтобы поддерживать объем крови. Потребляйте умеренное количество соли, чтобы способствовать задержке жидкости. Постепенно поднимайтесь из положения сидя или лежа. Носите компрессионные чулки, чтобы улучшить кровообращение и периферическое сопротивление в сосудах. Некоторые лекарства, жаркая погода и обезвоживание могут усугубить симптомы ортостатической гипотензии. Выявление и избегание этих триггеров может помочь эффективно управлять вашим состоянием. Всегда консультируйтесь с медицинским работником для диагностики и лечения ортостатической гипотензии. Спасибо за лайки и распространение видео.